Привет, мох�! Привет, мох! Как вы? Я не могу. Привет, мох! Я обрисован в машине, обрисован в машине, а я, конечно, что по моему названию машины. Но надеюсь, была огромная радость. Я смотрела еду, скоро были. Если машина была, она была по моему названию. Сейчас я пошла и снялась, как я пошла. Я пошла и снялась. Рахмет, приезжай. Рахмет, приезжай. Всех приветствую, дорогие зрители. Сегодня снова суббота, сегодня снова мы находимся в Ереванском авторынке. Покажу машины, которые вам интересны. Вчера в эфир вышел я, там машины попросили снимать. Сейчас попробуем. Сегодня, если встретятся такие автомобили, которые вы хотите, я обязательно сниму, покажу вам. Дальше. Во время вчерашнего эфира очень-очень многих людей заинтересовал аукцион из США. Они даже не знали, что я занимаюсь аукционом из США тоже. Если вы хотите покупать машину еще более выгодной, еще более хорошую машину, я вам предлагаю вот такой вариант. Купить машину с аукционов из США, пригнать в Грузию, починить все, делать и отправить. Это тоже очень хороший вариант. Где-то 30, даже 40% выгода будет для вас, чем вот в Грузии купить или в Армении купить. Так что подумайте, это очень хороший вариант. Я занимаюсь конкретно с аукционом в США. Мы без проблем можем покупать машины, пригонять, все сделать, выбрать. Вы сами можете выбрать с аукциона в машину и сказать, вот хочу вот такую цену дать за эту машину. Можем взять или нет. Мы поиграем в эту сумму, которую вы хотите, попробуем. Вы если можете, мы если выиграем, то все, машину пригоняем, сделаем все и отправим в Казахстан без проблем. Очень выгодный вариант, я вам говорю. Если вам интересно, то обращайтесь. Номер Рассел Бека есть в описании под этим видео. И на экране тоже виден и мой номер есть в описании под этим видео. Так что можете написать. Если хотите с Армении покупать машины или с Грузии, то без проблем можете обращаться. Номер Рассел Бека виден на экране и в описании под этим видео тоже есть. Давайте начнем сегодня. Посмотрим, какие варианты встретятся в Армении. Подписываемся на канал, распространяем YouTube канал, чтобы быстро достичь цели. И эфиры я постараюсь делать больше и больше для вас, потому что очень многих людей заинтересовал. Прямые эфиры, ответы на вопросы, касающиеся машин из Армении, из Грузии, из аукционов США. Все, начинаем, а вы подумайте насчет аукционов США. Я предлагаю вам очень выгодный вариант. Вот очень-очень бюджетный лупарик нашел для вас. Очень бюджетный. Машина из Германии. Достойное состояние. Задний привод, двухлитровый, простой двигатель на механике. 1996 год, окончательная цена 4700 долларов. Кожаный салон. Сиденье тоже в неплохом состоянии. Хорошая комплектация. Покрышки зимние, хорошие. В общем, неплохой такой автомобиль. Очень много спрашивают бюджетные автомобили. Это очень бюджетный вариант, двухлитровый, на механике. Из Германии машина. Неплохой такой вариант и цена тоже очень хорошая. Говорят, последнюю, но попробуем еще раз досконально проверить и поторговаться еще. Вот только по кузову здесь царапку я видел. Остальное по кузову все нормально. Если заинтересовал этот автомобиль, можете обращаться. Номер Аслбека есть в описании под этим видео. Можете звонить, заказывать еще раз досконально. Проверим эту машину. Мерс, 96-й год, Лупарик, 2.0, простой двигатель, кож-салон, хорошая комплектация. Вот Opel Astra, машина из Голландии. 116 инжектор, двигатель простой. 2002 года выпуска. Зимние покрышки. Передние стеклоподъемники, салон, велюр. Торпеда, кондиционер есть, кондиционер тоже работает. Потолок тоже не висит. Салон тоже неплохой. 1,6 простой инжекторный двигатель. Цена автомобиля 3800 долларов окончательно. Темно-синий цвет. Если заинтересует такой бюджетный Opel, то можете обращаться. Такие очень много Opel есть. Можете обращаться. Еще раз все досконально проверим. Номер Аслбека есть в описании под этим видео. И на экране тоже видео. Toyota Ipsum 2006 год, 240i. Сзади парктроники, спереди парктроники. Покрышки здесь зимние. Салон бежевый. Пробег 60 тысяч километров. Спереди тоже парктроники есть. Серебристый цвет. Перекидка Дубай. Вакуум перенесен. Рулевая колонка заводская от Camry. Воздух снаружи есть. Педали все на болтах. В общем, досконально перекидка. Все как есть. Сделано. Цена начального автомобиля 8000 долларов. Если интересно, можете звонить. Номер Аслбека есть. Все еще раз досконально проверим. Такой неплохой автомобиль. Ipsum. Шестой год. 60 тысяч километров. Пробег 8000 долларов. Перекидка досконально. Все сделано. Вакуум перенесен. Педали все на болтах. Снаружи воздуха есть. Рулевая стоит. Заводская. Нет ни сварок. Ничего. Как заводская сделана. 8000. Начальная цена. Opel Zafira. 2002 год. Элеганская комплектация. 7-местный. 1.8Z двигатель. Экотек. Ролик ремней. Все поменены. Сегодня вот я решил вот бюджетные варианты показать. Рейлинги на крыше. Покрышки зимние. Закрыта машина. Просто не могу салом показать. Но неплохой автомобиль. Хорошие диски стоят. Царапин, марапин вообще не вижу. По кузову. Машина из Германии. Цена 4900 долларов. Но не знаю уступит или нет. Возможно что уступит. Обращайтесь. Номер Ассубека есть. Если интересно. Такие варианты. Более дешевые тоже можно найти. Эти Zafira. Например за 4400. Вот в этом диапазоне тоже можно найти. Хорошие Zafira. Но этого цена 4900 долларов. 2002 год. Что брат? 4900. 2000. Это не моя машина брат. 4900 долларов стоит. 2002 год. 1.8 Z двигатель. Пробег 185 тысяч километров. Обращайтесь. Но я еще раз говорю. Такие Zafira за 4000. За 4500. 1500 можем найти. Именно это стоит 4900. Nissan Tiana. Рестайлинг. Линзованная оптика. Белый жемчуг цвет. Машина из Японии. Пробег 130 тысяч километров. GM комплектация. То есть хорошая комплектация. Алькантаровые сиденья. В общем очень свежие. Подлокотник. Торпеда. Сварок марок тоже нет. Все аккуратно перекидано. Неплохое состояние. Электрорегулировки. Задний ряд сидений. Нет. Реально. Реально свежий автомобиль. На дисках. Без пробега по Армении. И комплектация очень-очень хорошая. 5200 долларов стоит начальная. И без пробега по Армении на транзитах. Задняя камера тоже есть. Монитор есть. Реально вот говорю. Неплохой автомобиль. И цена тоже нормальная. И скидка тоже сделает человек. Шестой год. Рестайлинг. Хорошая комплектация. Алькантаровый салон. Задняя камера. В общем. Все есть у автомобиля. И без пробега по Армению. Белый жемчуг цвет. Цвет. Машина из Японии. 5200 долларов стоит. Обращайтесь. Номер особега есть в описании. Цубиши Паджеро Ио. Очень много спрашиваете. Нашел очень-очень бюджетный вариант. Таких цен почти нет. За такое состояние. Покрышки зимние. Цена 4500 долларов. Солома. Посмотрите в каком состоянии. Без потертых мест. Без ничего. Без царапок по кузову. Туманники есть. В общем. Очень хороший такой. Надежный. Внедорожник. Бюджетный. Полный привод. Так что. Обращайтесь. Хороший очень вариант. Реально. И цвет красивый. И комплектация хорошая. И состояние хорошее. В общем. 4500 долларов. И посмотрим. Насколько возможно. Скинем. Цену тоже. Машина. Реально хорошая. Второго года выпуска. Машина. Из. В общем. Сегодня был такой бюджетный день. Вам показал бюджетные машины. Реально очень. Очень многим. Интересны эти бюджетные машины. Например. До 6000. До 5000. И показал вам хорошую очень ее за 4500 долларов. Тиана была с 2600 года выпуска. Очень свежая. За 5200 долларов. Зафира была. Opel. Японца. Немецкий Mercedes. Лупарик. В общем. Показал вам варианты хорошие. Бюджетные. Если вам интересны такие бюджетные машины. То через нас вы можете покупать такие автомобили без проблем. Можете обращаться. Номер Ассел Бека есть. В описании под этим видео. Можете звонить. Заказывать эти бюджетные машины. Без проблем. Можно найти. Если вы желаете купить с Грузии. То без проблем. С Грузии заказывайте. С Грузии доставим. Тоже без проблем. Если вы желаете купить машину с аукционов США. То без проблем. Тоже можете с аукционов США заказать. Найдем хороший автомобиль. Подберем. Пригоним в Грузию. Через Грузию. Потом в Казахстан отправим. Готовый автомобиль. Так что мы занимаемся аукционом из США и занимаемся с Арменией отправкой из Грузии. Какое вот вы хотите, откуда вы хотите, можете обращаться без проблем. Не забудьте подписаться на мой YouTube канал, ставить лайки, писать комментарии и распространить YouTube канал, чтобы быстро достичь цели. С вами был Арман Карапетян с Ереванского авторынка. До свидания, до скорых встреч, дорогие зрители, дорогие мои подписчики и зрители.